здравствуйте уважаемые друзья как известно с 15 апреля 2020 года в связи с пандемией коронавируса в москве введена пропускная система передвижения по городу на общественном а также на личном транспорте то есть для проезда на автобусах троллейбусах трамваях метро ну и также на электричках и или на своем личном автотранспорте нужно оформлять специальный электронный цифровой пропуск для москвичей это на сайте most.ru а также по телефону горячей линии правительства москвы 8 495 7 7 или через смс-сообщение по номеру 7377 также вот буквально сейчас вводится новое ограничение с 22 апреля можно будет осуществлять проезд на общественном транспорте исключительно по карте тройка или социальной карте или безлимитному проездному оформленному опять же на по карте тройкой или как я понял единственный вариант билеты единый который остается то есть одноразовые билеты в кассах метро и в киосках мозгуртранса продаваться не будут сейчас конечно же многие хватились покупать карты тройка кому нужно будет пользоваться сейчас общественным транспортом потому что многие конечно же оплачивали банковскими картами на хочу отметить то что по банковской карте платежной системы мир стоимость одной поездки на общественном транспорте составляет 34 рубля по карте тройка же проезд 40 рублей за одну поездку ну и соответственно по обычным другим банковским картам 44 рубля ну и просто многим не очень удобно порой с собой иметь по несколько карт в том числе тройку с банковской картой да поэтому многие конечно же оплачивали банковскими картами вот сейчас я покажу как привязывать транспортную карту тройка к уже действующему имеющимся цифровому пропуску для тех лиц которые сейчас работают на предприятиях до жизнь обеспечиваешь обеспечивающих жизненную необходимость городе сейчас как вы видите я для начала мне нужно потребуется проверка на цифрового пропуска имеющегося и соответственно вот в это поле я буду вводить номер цифрового пропуска соответственно сейчас я пока убираю камеру для того чтобы ввести этот код код уже это 16 цифр он получен был до этого мной это пропуск для работающих лиц то есть вводится сначала вот этот как раз специальный код затем ставится подтверждение того что вы не робот ну вы видели это кнопочку которая также здесь имеется затем я жму на клавишу проверки затем у меня высвечивается окошко с надписями результат проверки цифрового пропуска я не поворачиваю сейчас фотоаппарат потому что тут будут видны мои данные номер телефона пусть и наполовину засекреченной а также соответственно здесь будет видна дата то есть срок действия пропуска то есть какого числа он был оформлен по какое число он действует сейчас это по 30 апреля а также будет появится перечень пропуск пропускных данных то есть номер транспортного средства это для личных автомашин до госномер карта тройка карта стрелка проездной биле то есть безлимитной проездной либо социальная карта если вы не указывали здесь какие-либо номера данные везде будет стоять по отметка красного цвета нет и здесь появится специальная кнопка изменить данные пропуска на которую я непосредственно и нажимаю и дальше соответственно у нас появляется вот такое вот окошко который уже именуется редактирование цифрового пропуска где мы с поправлять наши данные вводить недостающие передвигаюсь на личном автотранспорте здесь вводим госномер и после этого сохранить к вашему пропуску добавляется автоматически этот государственный регистрационный знак вашего автомобиля после этого можно распечатать обновленный пропуск если вам привычнее и удобнее носить просто распечатанном виде да на листочке а4 и в этом виде предъявлять его полицейским сотрудникам гаи гибдд вот у них в базе на в которой они пользуются со своих служебных планшетов уже и так бы появятся новые данные но опять же хочу отметить эти данные нужно ввести за пять часов до вашей поездки на машине по городу а теперь мы с вами выберем уже графу передвигаюсь на общественном транспорте это уже касается тех кто пользуется автобусами трамваями троллейбусами метро я в прошлых роликах рассказывал о том как сразу можно привязать карту тройка к пропуску которую вы вот вот получаете только до тогда это еще было необязательно сейчас это уже обязательно к сожалению вот здесь имеется специальное поле номер карты тройка этот номер вы вводите с обратной стороны карточки тройка которую у вас имеется он написан в левом верхнем углу вы его сюда вписываете после чего он нажимаете здесь внизу имеет кнопка сохранить нажимаете на нее соответственно эти данные поступают ваш пропуск который уже имеется в системе дальше кто пользуется карты стрелка это преимущественно те кто передвигается в таком случае между москвой и областью на подмосковных автобусах до мостранс авто вы вводите номер транспортной карты стрелка которую вы пользуетесь сюда номер стрелки можно увидеть на лицевой стороны карты он будет прямо под надписью с названием карт карты то есть карты стрелка здесь конечно указан на обратной стороне но можно их также увидеть и на лицевой дальше проездной билет это как вы видите вот пояснение проездной билет без лимита поездок на трава и автобусе троллейбусе то есть безлимитка на наземный транспорт и не больше 70 поездок на метро мцк монорельсе ну и по идее еще должны быть мцд то же самое точно также вводите сюда номер безлимитного билета и после этого также нажимаете клавишу сохранить который вам уже показал для работающих пенсионеров ну конечно до 65 лет а также для вообще обладателей социальных карт точно также ниже вводите указываете да то что это у вас к социальной карты имеются у кого-то сейчас карт старого образца в том числе до социальной но в основном сейчас уже новые но это преимущественно те на которых я так насколько я знаю имеется банковское приложение вводите сюда ваш номер социальной карты серии номер у меня к сожалению сейчас под рукой социальной карты нет поэтому я не могу сказать что там где ну вот первые четыре цифры это срок ее действия то есть месяц и год окончания срока действия карты насколько я знаю на лицевой стороне он имеется вводите его сначала сюда и затем уже номер как раз тут получается порядка 16 цифр если я не ошибаюсь где-то 15-16 цифр тоже как раз их увидите на вашей социальной карте вводите их сюда и соответственно нажимаете клавишу сохранить и все эти данные попадают к вам ваш пропуск и все вы сможете спокойно передвигаться на общественном транспорте проверка пропусков будет автоматическая то есть прикладывание вашего проездного билета к валидатору уже автоматически будет произведена проверка то точно также работают контролеры из гк у организатор перевозок который контролирует оплату проезда в метро в наземном транспорте у них на аппаратах должно быть высвечено то что у вас имеется подключен пропуск вашему проездному билету что ну никаких проблем с этим у вас нет потому что с недавних пор сотрудников гк у организатор перевозок наделили полномочиями проверки пропусков я это уже сам лично видел на некоторых станциях метро ну что ж дорогие друзья я желаю никому не болеть не заболеть коронавирусом чтобы все были живы здоровы и конечно же поменьше пользуйтесь сейчас общественным транспортом рассадником на самом деле наверное инфекции в том числе что ж спасибо за внимание надеюсь этот ролик вам пригодился был вам полезен до свидания